Донецкая предприятие За грубые рейдерские приемы Он столкнулся с круговой порукой Прорвать которую законным путем почти невозможно Когда по одну сторону ты А по другую бандиты, милиция, прокуратура И местная власть Мы не будем говорить, мы будем бить Я не буду говорить на место, сад Сад на место, сад Понимаешь? Если смотреть на карту Донецка Этот район находится в самом центре большого города Но по виду скорее напоминает окраину На горизонте терриконы Повсюду мусор, разруха И вдруг островок чего-то чистого и красивого 12 лет Владимир Разумовский Выращивает здесь декоративные растения Можно сказать, что ваше предприятие Во всем этом районе Мы ехали, он не очень На вид Промышленный район Да, это оазис Своегорода это оазис И такое предприятие На Украину Оно единственное, кто занимается Вегетативным размножением И в таких масштабах, как мы Растения растут, начинают продаваться Увеличиваются прибыли предприятия И внимание к нему со стороны заинтересованных лиц На фабрику начинает заезжать Хозяин соседних земель С конкретными претензиями Так же не бывает Ты хаваешь мясо, а я за тобой должен Доесть кое-что Так же же не бывает Человек на видео Александр Групский По его словам, бывший работник Правоохранительных органов Ныне директор агропредприятия ТЭК А теперь еще и герой фильма Снятого Владимиром Разумовским Скрытой камерой Я не боюсь ничего Понимаешь? Я не боюсь Вопрос стоит в другом Что когда я Я ушел со службы Ушел со службы Я сделал определенное общество Которое работает Как и работало Только я сегодня Ко мне приезжают люди Я помогаю И в правоохранительных Туда-сюда Я служу Там есть часть В моей доле и их Сначала были наезды Групского Но когда Разумовский отказался Просто так отдавать фабрику Предприятия начали проверять Контролирующие органы Проверок у нас было очень много И за два года Вы видите Сколько накопилось Актов по проверке И отписок Но это не нормально Такая толщина Этой папки Ну представьте себе Что я должен выполнять Свою работу Выращивать растения И заниматься благоустройством Благосоздавать А я занимаюсь тем Что доказываю Что я не вор Не бандит Не нарушитель Что я живу Соблюдаю законы То есть получается Что все это Как бы повязано И санэпидемстанцией И налоговой И милицией И прокуратура Да конечно Там я даже получал После проверок Прокуратуры Письма На основании чего Они пришли на проверку Там допустим Проверила санстанция И тут же составив Акт Выдуманный из головы Она сразу направила И в МВД И в прокуратуру Чтоб те с двух сторон Прошли и проверили Меня в том числе Все Все А что ты скажешь Травлю Хорошая травля Да Проверки хорошие Пока у вас Не появится в мозгу Тяма Погу проверять постоянно Есть А вот это вот Судо случайно Не подойдет Нет В маленьком городке Перевальск Луганской области Она была успешной И богатой Теперь в небольшой Скромной квартире С мамой Воспитывает Сын и дочь Екатерина Бурбелла В разводе Но нажитого С супругом имущества Поделить так и не удалось Ведь он Бывший муж Депутат райсовета Сын председателя Райсовета Это моя кума Приехала из Одессы Это мой Свекр бывший Бурбелла Сергей Лазаревич Жена То есть Моя свекровь Все вместе От бывшей Дили Остались только Фотографии Из-за семейных Неурядиц По словам Екатерины Она решила Развестись Муж Предложил Подписать Мировую Которая Больше Походила На капитуляцию Со стороны Жены Как самый Весомый Аргумент Супруг Использовал Кулак Ты ничего Не получишь Если ты будешь С нами Связываться Мы тебя Сотрем В порошок Ты должна Понимать Против Кого ты Собралась Тут Либо Ты это Подписываешь Либо Ну короче Либо я Конечно Не подписала Оказалась В больнице Пробитую голову Другие Телесные Повреждения Милиция Прокуратура И суд Списали на Падение С тренажера Хотя Советом Правоохранительные Органы Конечно Поддержали Если вдруг Что-то поменяется Короче Грубо говоря Там будут Не власти Папа То есть Да Там Есть какой-то Вариант Для вас Что-то Как-то Выжить Короче В этой ситуации Кусок хлеба Свой Как-нибудь Отвоевать Нет Вы ничего Не сможете Добиться Нигде И никак Обращайтесь К нам В милицию В прокуратуру Это бесполезно В суд Сами должны Прекрасно Понимать Катя не пришла В богатую семью Когда она Выходила замуж Ни любимый Ни его папа Не имели Больших денег И власти Свой бизнес Молодые супруги Начинали С обычного ларька Потом Магазины Торговые центры Всем этим Управляла она Вот например Ресторан Шахтер Совместно Приобретенный Это здание Ресторан Шахтер Кстати Говоря В этом здании Мы С мужем Как раз таки Бракосочетались То есть Как бы Здесь Гуляли мы Свою свадьбу Вот А теперь Это уже Спорный объект Скажем так Который Перевальским судом Признан Значит Не моим Тоже Якобы Он там прожил Год С женщиной Какой-то И поделил Вместе с ней Его Каким это Образом Непонятно Доказать Теперь это Я уже могу Только в касации Не знаю Будет ли касаться И рассматривать Хотя Приобретали Вместе Да Приобретали Вместе Жили вместе Таких объектов На которые По словам Екатерины Она имеет Законное право В городе Несколько Но ни один из них В Перевальском суде Отсудить Так и не удалось Служители Фемиды Утверждает женщина Знакомые Свекра и мужа Сегодня она снова Несет заявление Но их говорит Как правило Даже не регистрируют Не почему В суде снимаете Чей-то согласуется С нашим председателем Конечно Согласую Хорошо Вы заявление Примите Не Вы согласуетесь С председателем Снимать здесь не нужно Сотрудник суда Уходит докладывать Начальству о том Что приехали журналисты Прессе здесь Не особо рады Сегодня примите У меня заявление Нет Не примите Не примите Хорошо И сегодня Не примут Заявление Впрочем Как всегда Но пообщавшись С начальством Настроение у сотрудников Меняется Кардинально Примите заявление Конечно О Видите как Я к вам Каждый день Буду приезжать Тогда с телевидения Может все-таки Будете хоть заявление Принимать Здесь Вы же знаете Вот сегодня Приняли заявление Ура На холодном ветру Советской помпезностью Выстроенные школьники Встречают Областное начальство Сегодня в Перевальске Торжественно Открывают Новый жилой комплекс Дома Построенные По передовым технологиям Один даже Отдадут Многодетной семье Официальная делегация Люди в костюмах Среди них И председатель Перевальского райсовета Сергей Лазаревич Бурбелло Через несколько минут Бывший свекор Екатерины Посадит Заранее Приготовленное дерево Праздничное настроение Председателя Омрачил лишь вопрос Об использовании Админоресурса Для давления на суд И правоохранительные органы Района Не Как вам сказать Конечно Интервью Прообретает Ненужный оборот Но я вам хочу сказать Что даже Никуда не обращался И все суды Которые Они есть И в Луганске Причем здесь Решение То принимает Луганский суд И в конечном итоге Она жалуется везде И принимает Решение Не в Перевальске А в Луганске Причем здесь И я в Перевальске живу Дело не в этом Просто Амбиции есть Амбициями А Правда есть правда И сегодня Там вопрос Решен Мировой угодой Которая буквально В течение Двух-трех недель Я думаю Будет решена В обоюдную пользу Там Мировое соглашение С Екатериной Бурбелло Так никто и не заключил Она показывает Очередной торговый центр Построенный ее руками Но оставшийся в руках Бывшего мужа депутата И тут как раз Он появился Получается так Здравствуйте Что за сбор информации? Общаемся Может помочь? Сергей Бурбелло Сразу переход Сразу переход Продолжение следует...